уважаемые тельцы всем доброго времени суток вы на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на апрель месяц каким для вас будет второй месяц весны расклад я надеюсь что будет интересен и мужчинами женщинам потому что будет общая информация для всех и также будет информация которую я буду разделять все-таки между мужчинами и женщинами но больше это будет происходить в конце основного расклада что мы сегодня рассматриваем все то что рассматриваем и в недельных прогнозах основные характеристики этого периода общие моменты которых вам нужно знать профессиональная сфера ваша личная жизнь также расклад высветит и самые сложные задачи укажет вам на то над чем вам нужно поработать и в раскладе будет еще две карты форс мажора одна карта форс мажора отдельно для женщин и карта форс мажора для мужчин или это карты скрытых факторов то есть они будут изначально в закрытом виде сейчас вы постарайтесь максимально расслабиться успокоиться только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать правильно анализировать и напоминаю что те кто знает свой асцендент вы можете просматривать расклад также и по асценденту это и другое верно вы сейчас просто можете подумать о своих самых основных вопросах конкретно на апрель что вас интересует что волнует больше всего и будем надеяться что сейчас колода настроиться на вас а вы настроитесь на нее чтобы произошло вот это слияние или колода автоматически даст ответы на многие ваши вопросы поэтому смотрите внимательно колода готова и и я приступаю к выкладке уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я бы немножечко разделила ваша склад примерно на два периода или на две части один период это начало месяца и середина месяца я просто вижу что у многих из вас будут изменения изменения благоприятные но начало месяца это больше как бы раскачивание или то что может быть вы в чем-то будете не до конца уверены или есть какая-то ситуация в начале апреля что вы вынуждены ее отпускаете на самотек чего-то ожидаете выжидаете но при этом ваша голова постоянно напряженно работает об этом говорит первая карта вашего расклада двойка мечей она может даже показывать некоторую эмоциональную усталость от людей от каких-то обстоятельств от каких-то событий и просто по этой карте вам я вижу что нужно собраться с мыслями вам нужно внутренне быть спокойными для того чтобы правильно принимать какие-то решения и правильно делать какие-то выводы конечно есть обиды на кого-то из самых близких или близкого человека может быть вас кто-то расстраивает или разочаровывает это больше касается марта месяца то есть может быть с таким настроением вы входите в начало этого периода я не вижу чтобы вы особо стремились уже в начале апреля в чем-то рисковать что-то менять пока все остается так как если ли все вы принимаете в таком состоянии в каком она была и до того но я вижу что ближе к середине месяца и ваше настроение и ваши желание кардинально изменятся потому что появится и положительное движение и возможности и положительные эмоции и радость от тех перемен которые все-таки будут в вашу жизнь входить несмотря на то что двойка мечей говорит о том что вы не принимаете никаких серьезных решений в начале месяца она и не говорит о чем-то резко негативном она просто говорит о том что вам нужно собраться с мыслями силами возможно к чему-то лучше подготовиться и что важно что под вашими ногами выпала хорошая стабильная материальная карта это 10 монет поэтому и те кто при работе и те кто без работы я вижу что у вас будут доходы и у вас будут деньги на все имеющиеся нужды те у кого есть основная работа эта карта может говорить о том что либо у вас есть подкопленные деньги вы копили ранее в этом периоде тоже сможете заработать и улучшить свое благосостояние решить многие вопросы касательно дома семьи близких людей вот всех тех кто в вашем ближайшем окружении потому что по этой карте вижу что вы о ком-то думаете заботитесь старайтесь сделать что-то хорошее для вас важно чтобы дом был полная чаша для вас важно чтобы в отношениях все было хорошо но не всегда получается но вы к этому стремитесь даже те кто не работает эта карта все равно показывает вашу семью и тех людей которые готовы проявить о вас заботу сама по себе эта карта излучает внутреннее спокойствие и говорит о том что будут периоды или моменты когда вы сможете отдохнуть расслабиться может быть с кем-то увидится встретиться потому что карта говорит о том что что-то отмечаете может быть встречаете с близкими может быть с вашими друзьями карта может говорить о том что кто-то отмечает эта карта может говорить о том что кому-то предстоит отмечать свои дни рождения с 21 апреля начинается полноправно ваше время с 21 апреля по 20 мая И по этой карте я вижу, что вам действительно хочется собраться с близкими, вам хочется организовать свой собственный праздник, и, может быть, ваши мысли также заняты этим. Но эта карта гарантирует вам то, что вас ждут подарки, радость и хорошие эмоции. Сама по себе эта карта говорит о том, что могут происходить какие-то важные изменения в доме. Либо вы стоите на пороге этих изменений, они могут касаться кого-то из близких, не обязательно вас. Даже если меня смотрят люди, не работающие, возможно, у кого-то есть дополнительный источник дохода, и кто-то мог бы зарабатывать, не выходя из дома по этой карте. То, что касается вашего здоровья. Конечно, стоит обратить внимание на свою нервную систему по первой карте. Я вижу, что может падать зрение, может быть какое-то небольшое беспокойство в области грудины. Но, в общем, ваше состояние будет вполне удовлетворительным. Если у кого-то на этот период намечено лечение, плановое или не плановое, оно будет успешное. Вы почувствуете себя гораздо лучше. Или обследование. Поэтому берегите себя и любите себя. То, что касается близких людях, они о вас волнуются, они о вас переживают. Они хотят, чтобы с вами было все хорошо. Ну, а теперь перейдем в профессиональную сферу тех, кто при работе. И первой картой для вас выпала пятерка жезлов. Эта карта уже предполагает борьбу, конкуренцию. То, что явно кто-то может и завидовать вам. И если вы работаете в коллективах, это распри внутри коллектива. Это могут быть любого рода интриги, сплетни. Когда каждый тянет одеялко на себя. Но даже если вы работаете сами на себя, карта может показывать любых других ваших прямых конкурентов. которым неспокойно и которые могут пытаться что-то придумывать для того, чтобы создавать вам вот эти самые помехи. Внутри работы, возможно, с кем-то у вас действительно возникает напряженное общение. И даже если и не хотим ругаться или не готовы были к этому, все равно я вижу, что вы будете защищать свои позиции. Не позволите кому-то садиться вам на голову. И девятка чаш, которая выпала под вашими ногами, говорит о том, что будут и моменты радости. Сместить как-то вас с ваших же позиций никто не сможет, хотя пытаются. Основную работу я не вижу, чтобы вы потеряли. Того, чтобы вам особо напакостили конкуренты, я тоже этого не вижу, потому что всё равно вы при своих интересах. Также я вижу, что есть и те люди, которые заинтересованы в вас, которые нуждаются, может быть, в ваших советах, в вашем профессионализме, в вашей дружбе. И будут идти рядышком всегда, кто готов вас поддержать. Девятка чаш также может говорить о том, что у кого-то появляется больше возможностей выходных, или вы для себя сознательно эти выходные берёте, потому что здесь я вижу отдых, праздник, тоже какие-то встречи. И неудивительно, апрель месяц, и многие религии отмечают светлый праздник Пасхи. Того, чтобы это как-то негативно отразилось на вашу работу, я этого не вижу. Но по первой карте, конечно же, в профессиональной сфере расслабляться вам нельзя. То есть нужно быть всё время на поготове, на чеку, потому что завистников у вас хватает. Ну а теперь перейдём к тем, кто в этот период вошёл без работы. Для вас выпали две карты Жезлов. Это четвёрка Жезлов и карта Пожа Жезлов. Обе карты показывают движение, но положительное. Первая карта показывает семью, дом, опять-таки семейные какие-то праздники. Поэтому вам отдых и хорошее времяпровождение обеспечено. Для многих из вас это как заслуженный отдых после каких-то трудов, даже семейных. Может быть, после каких-то хлопот, забот или волнений ваша душа начинает немножечко успокаиваться. Здесь показана супружеская чета, и оба человека сидят с двумя полными корзинками. То есть корзинки полны каких-то фрукт, явств. И тут идёт какая-то милая беседа. Это может быть не обязательно супружеская пара, это может быть кто-то из ваших друзей, хороших знакомых, тех, с кем будет возможность увидеться. Того, чтобы вас кто-то выгонял на работу, я этого тоже не вижу. То есть вы себя вполне комфортно чувствуете благодаря, опять-таки, опеке и заботе близких. Но я вижу, что вы и сами о ком-то беспокоитесь и кому-то способны помогать. Это могут быть ваши дети, ваши внуки, даже те, кто на пенсии. Может быть, у вас есть стабильный источник дохода, а эти карты говорят о том, что есть. Конечно, в жизни хочется что-то улучшать. И по пажу жезлов вы свою жизнь можете делать вполне насыщенной и интересной. Карта может показывать новые знания, новый опыт, может быть, какие-то ваши хобби, увлечения. И то, что вы что-то инициируете, что-то инициируют ваши родные. Но здесь вы действуете сообща, поэтому я вижу взаимоподдержку. Карты очень хорошие. Если вы планируете все-таки трудоустройство в этом месяце, для вас это также возможно, но это больше как подготовительный период до половины месяца. Может быть, вы вынашиваете какую-то идею, изучаете рынок, изучаете возможности. С кем-то, может быть, по этому поводу общаетесь по пажу. То есть карта может показывать и переговоры, и встречи, и переписку. И кто-то с трудоустройством вам может пытаться даже помочь. Но если вы кого-то об этом просите, то есть такие люди найдутся в вашем же ближайшем окружении. Те, кто вас хорошо знает. И действительно найти для себя что-то подходящее, у вас появляется больше шансов, начиная со второй половины апреля. Но трудоустроиться вы можете. По пажу жезлов не бойтесь учиться чему-то новому. Не бойтесь на первых порах быть учеником или ученицей. Я вижу, что, возможно, кто-то из вас уже что-то изучает, не выходя из дома. Может быть, у вас дети учащиеся, и показано, что вы сидите с детьми или со внуками, пытаетесь кому-то помочь в образовании. И также в других вопросах. Карты очень светлые. Но, может быть, в самом начале месяца я вижу, что с кем-то даже, может быть, из родных есть конфликты, есть какие-то выяснения отношений, есть взаимные обиды. Но потом вы свое оружие складываете, и вы, и другая сторона, наступает период перемирия или период мира, и вы еще больше друг к другу тянетесь и стараетесь помогать. Ну, а теперь посмотрим на ваши основные кармические задачи, на ваше финансовое поле в общем, и на то, что, возможно, вас порадует или огорчит. И в центр расклада выпали две тоже прекрасные карты. Это карта под номером 0, нулевой аркан карта Шута. Старший аркан говорит уже обо многом, и под этой картой десятка. Обратите внимание, что десяточка состоит из единички и нуля. Если здесь мы видели 0, здесь мы уже видим 10. То есть вы проходите какой-то путь от нуля до 10. То есть появляются какие-то возможности, перспективы. А по карте Шута это все новое, что может входить в вашу жизнь, не только в вашу жизнь, но и в жизнь ваших самых ближайших родственников, потому что здесь идут какие-то перемены, связаны не только с вами, но и с семьёй, с вашим домом. Для кого-то эти карты могут говорить о том, что появляются какие-то блага для того, чтобы что-то поменять в доме, внутри дома, внутри самой семьи. У кого-то, может быть, появится в жизни желание что-то радикально изменить. И по Шуту это любой новый опыт, любые новые знания, которые вы впускаете в свою жизнь, которые вы принимаете. А учениками вы можете быть в любом возрасте, сколько бы вам ни было лет. Карта может показывать путешествия, дороги или желания этих путешествий и дорог. Я вижу, что вы готовы в чём-то рисковать, для того, чтобы вот эти перемены в вашу жизнь вошли. Но в негативе карты могут говорить о том, что события развиваются немножечко спонтанно, или, может быть, вы не придерживаетесь какого-то чёткого плана, но всё равно всё будет хорошо. И десятка чаш говорит о том, что многие задачи до середины периода, в большинстве вы решаете очень позитивно. И снова такие десятка чаш показывают радость, гармонию, праздник и любовь. Для тех, кто мечтает о новых отношениях, о дружбе, о любви, эти карты могут показывать неожиданные, спонтанные знакомства. И то, что вот эти неожиданные, спонтанные знакомства могут также неожиданно для вас перерасти во что-то серьёзное. Для тех, кто не планирует детей, и вы ещё достаточно молоды, также будьте внимательны, контролируйте вот эти процессы, потому что может быть зачатие. И вот эти карты могут показывать зарождение новой жизни, может быть, кого-то ждёт пополнение в семье, у кого-то происходит только это зачатие. Для тех женщин, которые хотят стать мамами, месяц замечательный. Того, чтобы вы как-то бедствовали финансово, я не вижу. Да, я вижу, что вы много тратите, потому что карта Шута говорит о том, что деньги тратим под нолик, потом снова зарабатываем, потом снова откуда-то они приходят. Сегодня кажется, что денег нет вообще, а завтра откуда-то приход денег и неплохой. То есть высшие силы вам помогают быть всё время финансово на плаву. Карты очень гармоничные. Эти карты могут говорить о том, что неожиданно, может быть, вы к кому-то направитесь в гости, может быть, кто-то вас неожиданно посетит, может быть, вы неожиданно сами для себя куда-либо захотите поехать. Просто пойти развеяться, погулять, сменить картинку. Тоже всё это будет идти вам на пользу. Также хочу сделать акцент на кредитные линии, на долговые обязательства. Те, у кого есть долговые обязательства. Я вижу, что вы их, скорее всего, со второй половины месяца сможете успешно закрывать. Если у вас есть собственные должники, есть возможность деньги вернуть. Если кто-то из вас хочет или обдумывает то, чтобы оформить новые кредитные линии, для вас это также возможно. Я вижу, что банки вас одобрят, но кто-то поручителем будет из семьи или кто-то из семьи может брать в этом периоде кредит. Не обязательно вы. И я вижу, что вы даже вовремя, даже, может быть, раньше срока, вот эти кредиты сможете закрыть. Если говорить о том, чтобы куда-либо вкладывать крупные суммы денег, что интересно, что со второй половины месяца, с апреля, вы тоже можете рисковать. Конечно, не забывайте о том, что любой риск должен быть оправдан. Но я вижу, что если вы вложения делаете, вы делаете их правильно, вы всё-таки в конечном итоге не ошибётесь. Поэтому будет возможность свои доходы увеличить или приумножить. Я вижу также, что очень много спонтанных покупок, трат для дома, для семьи. Много подарков. Может быть, вы кому-то готовите подарки. Может быть, в доме вы хотите перемен, обновлений. Кто-то, может быть, думает о ремонте в доме. Что бы вы ни задумали, со второй половины месяца карты вам сопутствуют. Теперь переходим к нашим семейным парам и посмотрим, что в вашем быту, что в ваших отношениях. Для семейных пар вышло сразу две карты, так я их и оставила. И при том это два старших аркана, карта Луны и карта Солнышка. Очень много внутренних эмоций, переживаний, ваших страхов, каких-то волнений. Тут есть и недоверие, и в то же время любовь, умение прощать, умение сострадать, умение что-то давать в этих отношениях. То есть не только получать, но и давать. Конечно, насчёт получать с этим сложнее, потому что вы больше отдаёте, чем получаете в любых отношениях. Конечно, карта Луны может показать какие-то сложные родовые программы, в которых вы находитесь. Если у кого-то живы матери, бабушки, тёти, кто-то из старшего поколения, тут огромное влияние женщины. Также эта карта говорит о том, что если кто-то из вашей жизни ушёл не так давно, то души ваших близких всё ещё рядышком с вами. Периодически вы можете ощущать какие-то странные вещи, которые с вами происходят, предчувствия, вам могут сниться какие-то интересные сны, очень часто вещи. Я вижу, что по этой карте очень много вами пережито в доме, в семье, в этих отношениях. Было по-разному, было по-всякому, но вы всегда стараетесь что-то по солнышку гармонизировать. И многих из вас связывает очень много, не только быт, но это могут быть и дети, и внуки, и какие-то общие проекты. Я вижу, что вы вместе, и я вижу, что никто не сможет ваше отношение разрушить, даже если кто-то пытается или пытался. Если говорить о вашем партнёре, то на него или на неё выпала карта туза монет. Это карта счастья и удачи, то есть вашему партнёру как-то должно вести. И ваш партнёр думает о том, чтобы те блага, которые есть у него, разделить с вами, помочь как-то вам. Поэтому вы что-то вместе будете делать. У вас могут быть какие-то общие идеи, может быть, что-то в плане работы вы захотите вместе развивать. Может быть, вы куда-то вместе захотите деньги всё-таки вкладывать, чтобы они работали на вас. Могут быть сделаны какие-то удачные приобретения для дома, для семьи в этом периоде. Если говорить о том, что ваша вторая половинка о вас думает, ваша вторая половинка думает о вас то, что вы для него или для неё это подарок судьбы. Конечно, в отношении вашего дома я вижу много зависти со стороны других людей, может быть, даже со стороны родственников. Но ваши родственники или близкие успешно умеют это скрывать, свои истинные чувства или намерения. И вы всё равно всем помогаете. Вот эти две карты говорят о том, что вас ждёт какая-то большая радость, притом обоюдная, совместная. Солнышко своей положительной энергии перекрывает все негативные карты, поэтому в вашем доме всё будет хорошо. Ну а теперь перейдём к нашим свободным тельцам и посмотрим, что у вас. Для свободных тельцов выпала девятка монет и карта семёрки чаш. Я уже говорила о том, что многих из вас могут ждать новые знакомства. Но я вижу, что и финансово вы тоже будете удовлетворены. Девятка монет может говорить о неплохой прибыли, о поступлении денег. Если меня смотрят женщины, это может быть также помощь мужчины, определённого, который вам эту помощь предлагает. Это может быть возлюбленный, это может быть ваш родственник, кто-то из семьи, из дома. Но я вижу, что вы сами можете и умеете зарабатывать. Многие из вас уже как состоявшиеся личности, женщины, которые знают себе цену, вы явно не будете с кем попало. Поэтому вы действительно выборочны в любых отношениях. Но в вашей голове, конечно, в вашем подсознании есть мечты, есть надежды. Я вижу, что хочется счастья, я вижу, что хочется любви. Но повторюсь, что вы не согласитесь на отношения лишь бы с кем. Многих из вас, те, кто давно встречается, могут ждать помолвки, могут ждать предложения руки и сердца. Может быть, вас кто-то будет приглашать куда-то на торжественные события, потому что я рядышком вижу 10 чаш, я вижу карту Туза монет, я вижу 9 чаш и карта Солнышка. Эти все карты говорят о том, что намечается какой-то грандиозный праздник. В то же время вы показаны, как люди очень творческие, всесторонне развитые. Есть очень много желаний, куда бы вы еще хотели бы свои силы направить и реализовать. Вы действительно способны, но делайте что-то последовательно или пошагово. Не пытайтесь одновременно объять необъятное. Ваши шансы от вас никуда не уйдут. Это карта своего рода величия, уважения вас другими людьми, потому что многие с вас берут пример, многие на вас равняются, многие хотят быть похожими на вас. Это говорит и о внутренней наполненности, и о прекрасных внешних данных. Ну а теперь давайте посмотрим на карты Форс-Мажора. Вначале для женщин, затем для мужчин. И для женщин выпала карта Королева Мечей. Эта карта может показывать любую женщину, которая может являться чиновницей, женщиной, исполняющей какие-то обязанности, то есть при определенном чине или погонах. Даже может быть женщина военная или женщина врач. И с помощью этой дамы, скорее всего, вы решаете какие-то самые основные задачи. Это может касаться чего-то официального, может быть каких-то бумаг, документов, какой-то любой важной для вас информации. И показано, что в чём-то есть сложность. Скорее всего, это то, из-за чего вы переживаете в начале периода. На него как раз очень сильно и может повлиять женщина, потому что женщина способна помочь. Или с женщиной вы консультируетесь. Но если говорить о женщинах-тельцах, эта карта может говорить о том, что и вам, может быть, в какой-то момент самой нужно будет принимать какие-то решительные действия. То есть, если по первой карте я вижу такое себе состояние, когда мы плывём по течению, о чём-то думаем, размышляем, у нас ещё есть время, и мы как бы не торопимся, то здесь уже нужно принимать какие-то решения и действовать конкретно. И будет в каком-то вопросе возможность расставить все точки над И. Ну, а теперь откроем карту форс-мажора для наших мужчин. Для мужчин выпала карта старшего аркана колеса фортуны. Замечательная карта, конечно же, она говорит о обновлениях. И обратите внимание, это снова десятка. В вашем раскладе в начале уже была десятка монет, десятка чаш, мы её видели в центре, в кармических задачах, вы просто обязаны радоваться жизни. И теперь мы видим десятый старший аркан. Две десятки уже говорят о переменах, а три десятки говорят о каких-то новых обстоятельствах обстоятельствах в вашей жизни, которые вихрем врываются в ваше пространство и несут вот эти самые перемены и обновления. Поэтому у мужчин что-то будет неожиданно происходить по колесу фортуны. Это могут быть какие-то неожиданно хорошие предложения. Это может быть даже какие-то поездки, дороги, которые принесут вам обновления. Это могут быть новые люди, которые входят в вашу жизнь, которые несут вам удачу. То есть что-то новое приносит вам удачу. Это может быть какой-то новый проект, который неожиданно вы сможете запустить, раскрутить и будет получаться. Поэтому здесь все замечательно. Поэтому, если подводить итоги этого месяца, я вижу, что только в начале месяца будет немножечко такое, скажем, нервно-напряженное, беспокойное состояние, даже некоторая неопределенности. Но потом все выравнивается, успокаивается, стабилизируется. Не отказывайте себе ни в отдыхе, ни в праздниках. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. И работа, и ледоходы, все, что касается профессиональной сферы, от вас никуда не денется. Также я вижу, что если кто-то для себя рассматривает подработку, она у вас тоже может быть. В этом месяце в вашей жизни будет очень много тепла, света и любви, чего я вам всем искренне и желаю. Всем огромной удачи, подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Оставляйте обратные сообщения, и не забывайте о том, что есть еженедельные прогнозы, в которых я вас всех жду. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,